Продолжение следует... Мы нашли, а вроде бы больше их быть не должно. И теперь можно идти смотреть на босс-файт. Кстати, да, я еще подготовился. Я себе на верх крестовины взял ледяную броню. Логично предположить, что босс, скорее всего, будет атаковать льдом. Да, раз уж это заснеженная локация. Так, погоди, погоди, погоди. Что здесь? А, ничего здесь. Ладно, давайте восстанавливать осколки для того, чтобы спасти брать Камии. Келена, я тебя ждала. Восстановить осколок. Прошу, сплети для меня нить памяти. Осколок Фина 2, осколок Фина 4. А, В, В, Г. Ну, слушайте, должно быть все. И получим мы баф ледяное оружие. Ну, да. Николя, что ты делаешь? Упражняюсь с мечом. Однажды я стану рыцарем. Звучит увлекательно. Как насчет соревноваться со мной? Серьезно? Только полегче со мной. Мия, ладно? Отношения Мии и ее брата. Ах, вы мелкие задиры! Прочь отсюда! Николя, все в порядке? Да, все хорошо. Только тебе снова пришлось защищать меня. Мне надо стать сильнее. Тогда я сам смогу тебя защищать. Не это он и сделал, по сути. Он ведь стал хранителем, чтобы защитить Мию. Я очень надеюсь, что я собрал все осколки, и мы сможем оживить его. Очень я на это надеюсь. Это что еще такое? Что здесь произошло? Мия, осторожно! Где я? Вам очень повезло, молодой человек. Вы переродились. Где Мия? Не волнуйся. Мы сможем вернуть и ее. Обещаю. Добрый ученый. Добрый ли? Пришли результаты Николя. Он может стать одним из хранителей. Хранителей? Но его показатели не так уж высоки. Он прошел, но еле-еле. Верно. Верно. Остальное будет зависеть от него. А он все это подслушивал. Блин, а точно ли все осколки мы собрали? Уф. Я не уверен, но больше в этой локации их точно нигде нет. Хорошо. Сплету, сплету. Нет осколков, которые можно восстановить. Ну, ребят, все. Мы восстановили все осколки, которые были. Уф-уф-уф-уф-уф, Николя. Да, ледяным уроном, наверное, это чудовище будет атаковать. Хоть бы у нас все получилось с осколками. Это хранитель. Нет. Николя. Мия. Даже и так пытается защитить ее. Я не сдамся. Николя! Я должен... Должен защитить Мию! Отсылку поняли, да? Он боролся здесь с безумием все это время. Невероятно. Храбрый малыш. Прости, Николя. Я не знала. Но я нашла тебя. Я здесь. Так. Мы должны ему помочь. Понял. 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 Мия. Я не могу похилиться. Он сразу запинает. Я не могу похилиться. Серьезно. Без всяких шуток. Все. Он сел, я не могу. Вот. Смотрите. Нет, химнулся. Ладно. Снова химнулся. Отлично. Ну что, время попаться. И наносить какой-никакой я урон. Блядь. А, вторая фаза, да? Так, пока висит огненный баф. Но у меня хилок нет, в общем, проблема. Понял. Понял. Барен, витамину восстановить. Нет, и держись, если что. Потому что только на твой хилл надежда. Спасибо. Ать! Знал ведь, что так будет. Ну, если мы и победим, то только за счет Мии. Да. Только за счет Мии. Ой, за счет Мии. За счет Ио. Я ничего не делал в этом бою. Вообще. Ио тупо порешала сама все. А теперь скрестим пальцы и будем надеяться, что мы собрали все осколки. и мы сможем его оживить. Спасибо тебе. Это ты обо мне... Это ты обо мне заботился, а не наоборот. Николя, мне так жаль. Николя, мне так жаль. Только бы у нас получилось. Когда Мия проснется? Точно сказать нельзя. К сожалению, некоторые не просыпаются. Извини. Понятно. Я надеюсь, я его не убил, и у нас получится его... вернуть к жизни. Ты уверен? Ты же еще совсем маленький. Неважно, если я стану хранителем, то смогу защитить Мию. И вообще, нельзя, чтобы наш мир разрушили, пока Мия спит. А мальчик-то храбрый. Интересно, она уже проснулась? Надеюсь, с ней все хорошо. Я за тебя воюю. Держись, Мия. 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 Это правда ты? Прости меня. Я оставила тебя совсем одного. Ничего страшного. Ты не виновата, Мия. Мия. Я так рад, что ты все-таки проснулась. И похоже, ты завела хороших друзей. Это здорово. Все благодаря тебе, Николя. Ты всегда меня поддерживал. Без тебя я бы уже давно сдалась и погибла. Вот почему я здесь. Ты оберегал меня. Постоянно защищал и подбатривал. Чего еще можно желать? Чего еще можно желать? Николя. Николя. Я... Карнштайн, мой милый братишка. Похоже, ты стал настоящим рыцарем. Самым храбрым и благородным рыцарем на свете. Я очень тебя люблю, Николя. Спасибо, Мия. Я тоже тебя люблю. Надеюсь, мы справились. Похоже, да. На восстановление памяти. Надеюсь, справились. Да, мы справились. Продолжение следует... Да, теперь я выгляжу так. Зато я стал намного сильнее. Даже не знаю, как вас всех отоблагодарить. Я стольким вам обязана. Да всем на самом деле. А мне даже нечем вам отплатить. Я бы тоже хотел для вас что-нибудь сделать. Но в таком виде... Честно говоря, я надеялся, что ты продолжишь путь с нами. Ты только что снова обрела семью. Было бы жестоко вас разлучать. Верно. Выходит, Мия с нами дальше не пойдет, да? Ушли. Ушли. Ага. Слушай, Николя. Есть и другие охранители. Они так же, как ты, борются сами с собой, чтобы не сойти с ума. Было бы неправильно сейчас останавливаться. Мне так кажется. Тогда иди. Да все в порядке. Вы столько для меня сделали. Я останусь здесь и буду охранять реликвию. Я вернусь за тобой. Братишка. Это просто лучшая серия. Получен код крови Фин. Дает стойкость и улучшает грузоподъемность, но обладает малым запасом Ихора. Ух. Это было нечто. Мия и Николя были так близки. Да, Ио. Именно так. Тогда иди. Окей. Так, мы можем. Да, мы можем повести уровень. И надо будем по-хорошему вернуться, наверное, на базу, да? Я-то знаю, где двери к следующему хранителю, но... Пока, я думаю, рановато. Можешь починить? Ого, похоже, скучать вам не пришлось. Ничего, я обо всем позабочусь. Что-то случилось? Почему? Вы все такие веселые. Особенно Мия. Ну, вообще, да. Мана. Ева. Что она тут делает? Прошу вас. Джек. Да насрать на Джека. Он нас убил. Спасите Джека. Она сейчас впадет в безумие. Надо отвезти ее туда, где мы сможем ей помочь. Как ты себя чувствуешь? Простите, что нагрянуло без приглашения. Что произошло? Вы знаете о катакомбах под храмом? Мы... На нас там напали. Джек отвлек их на себя, чтобы я смогла... Не торопись. На вас напали? Постой, а что вы там вообще делали? Нам поручено оберегать хранителей и их реликвии. Никто из хранителей не защищен от безумия. За ними всегда нужно было наблюдать и останавливать тех, кто начинает терять себя. Хранители служили и физическим, и духовным сосудом для реликвии. Если сосуд разбивается, его приходится заменять. Поэтому... Поэтому вы охотитесь на бессмертных? Поверьте, мы перепробовали самые разные способы. В итоге, сработал только этот. Я понимаю, что оправдываться бесполезно, но выбора у нас нет. Поэтому мне остается лишь с тяжелым сердцем исполнять свой долг. Я никогда не забуду лица и мечты тех, кто вызвался хранить реликвии. Наверное, не так-то просто заменить хранителя. Поэтому мы и должны постоянно приглядывать за состоянием других хранителей. Так вы тоже хранители? Джек следит за признаками безумия у хранителей, а я держу реликвии в себе, пока мы не найдем подходящую замену. Мой голос способен отсрачивать безумие, хотя бы на какое-то время. Временный сосуд. Кажется, я начинаю понимать. В склепе под храмом спит хранитель. Мы спустились в катакомбы, чтобы проверить, справляется ли он. Я знаю, что не имею права просить у вас помощи. Мы поняли. Отдохни пока здесь. Мы спасем Джека. Обещаю. Кстати, у меня есть вопрос. Насчет этого хранителя под храмом. Ты знаешь, кто он? Да. Он был крупным ученым. Изучал бессмертных и сыграл важную роль в проекте Королева. Кто-то из вас мог о нем слышать. Джюдзо Мидо. Мидо? Ты его знаешь? Да. Он... Он... Он нас продал. Меня и всю мою семью. Кажется, с этим хранителем все будет не так просто. Следующая цель. Найдите Джека. Исследовать место. Храм Святой Крови. Окей. Нам придется снова туда вернуться. Как бы мне этого не хотелось. Мне жаль, что так вышло. Мы не могли найти хранителя для реликвии, а мое тело было уже на пределе. Без тебя мы бы не справились. Я хотела сразу тебе все объяснить, но Стражам запрещено рассказывать о своей работе. Понятно. Да, я снова здесь, Ио. Эм... Эм... Эта серия у нас и так насыщенная вышла. Твою невесту? Не так-то просто отыскать. Простите, я не хотел втягивать вас в это дело. Хватит извиняться. Королевы больше нет. А значит, мы можем продолжить изучение глубин. Нам всего-то и нужно, что держать глаза открытыми и не давать застать себя врасплох. Да, но мы где-то... Но мы где только не искали, а ее и следа нет. Может, она уже... Не говори. Еще накаркать не хватало. Дэвис потерял свою невесту, выходит. После победы над королевой. Я связалась с кое-кем в приюте, но там под описание никто не подходит. Спасибо, что помогаешь. А я вот думаю, может, пора сдаться и жить дальше. Слушай, Дэвис... Если ты так считаешь... Если ты и правда готов двигаться дальше... Я буду рада идти вместе с тобой. Наоми... Я думаю, до этого еще далеко. Как быстро. Ну да, конечно. Я какие-то глупости болтаю. Забудь, что я сказала. Как-как-как? Все быстро-то, а? Ты готов пойти дальше? Да, тогда я пойду с тобой. Извините. Сегодня мне надо разобраться с другими делами. Поступила пара рапортов о бессмертном, ворующем кровавые слезы. Мне надо провести расследование. Ты там береги себя, хорошо? Если жажда достаточно сильна, люди пойдут на что угодно. Не переживай за нас. Главное, вернись домой в целостяга. Как бы не вышло, что Дэвис еще и Наоми потерял. Вряд ли эта история со счастливым концом. Это... Это было одно из моих воспоминаний, ведь так? Откуда оно у тебя? Из самых глубин... Из глубин, да? Трудно поверить, что оно улетело аж туда. Мне кажется, что они... Последнее место, где догадаешься поискать. У меня серьезная потеря памяти. Даже с поправкой на бессмертие. Я забыл почти все из жизни смертного. Меня даже не Дэвис зовут. По крайней мере, я так считаю. Меня просто начали так называть после превращения в бессмертного. Когда я впервые проснулся, моей единственной личной вещью оказалась фотография женщины. Но сколь бы часто и сколько упорно, я бы не думал о ней. А вспомнить ее никак не могу. Внизу могут быть и другие воспоминания. Я ценю любую оказанную тобой помощь. Спасибо. Я так уперся рогом в поисках невесты, что перестал видеть то, что все это время было прямо у меня под носом. Расскажи мне о Наоме. Мы держались вместе с самой... С самой операцией убийцы-королевы. Таких друзей днем с огнем не сыщешь. Я напрочь забыл, что она тогда сказала. Как я мог? Это ведь было так важно. Иногда жизнь бессмертного кажется жестокой штукой. Да уж. Ну, ребят, на этом мы эту серию закончим. Остатки, если здесь еще там... Сколько нам... Сколько нам осколков восстановить осталось? Один. Ну, один точно. Этот осколок мы восстановим уже в следующей серии. Для этой серии так было слишком много событий. На этом, ребят, все. Спасибо за просмотры. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok